Вопрос такой, если бы вам было разрешено избавить мир от одной какой-нибудь детали или вещи, что бы это было? Я могу вам сказать, я бы ввел запрет на хитрость. Дело в том, что Иисусу Христу не нужно было говорить такое большое количество смертных грехов. Укради, не убей и так далее, прелюбодеяние. Кстати, я хочу вам сказать о том, что он был не нов в том, что он сказал. Дело в том, что задолго до него существовали смертные грехи. И существует 10 смертных грехов, которые в свое время написал Евагрий. Вы можете в интернете найти это. Чревоугодие, прелюбодеяние, воровство, корыстолюбие, тоска, печаль, гнев, уныние, тщеславие, гордыня, лень и зависть. Таким образом, Евагрий говорил о том, что это является смертными грехами. Поэтому, когда, допустим, мы читаем Евангелие, где Иисус Христос говорит о том, что он якобы пришел для того, чтобы избавить людей от этих 8 смертных грехов, могу сказать, что до него за много-много лет, это говорил уже Евагрий, который говорил, что это в дальнейшем является смертными грехами, поэтому могу сказать, что это было 100% не ново. Также могу сказать, что Иисус Христу не нужно было бы говорить о... Надеюсь, не обижаю христиан или верующих людей. Я считаю, что самому Иисусу Христу можно было бы и не говорить слова, все эти слова, ему необходимо было бы сказать вот, что один из самых ярких смертных грехов, после которых человек не спасется, является хитрость. Смотрите, все остальные грехи являются производными хитростями. Какое там, допустим, чревоугодие. Человек хитрит, даже когда он сыт, он начинает обманывать свой желудок и начинает объедаться. Вместо того, чтобы не сказать себе, я толстый, хватит. Дальше, не укради. Что такое украсть? Это схитрить. Не убей. Что такое? Ради того, чтобы стать богаче, человек убивает. Или чтобы там, как с Каином Айвелем, чтобы кто-то там перед отцом был любимее. Это все хитрость. Получается, не нужно было придумывать большое количество законов. Необходимо было только один закон придумать. Это хитрость. Вот я считаю, если бы одним нажатием кнопки или одним щелчком пальца мир бы стал бесхитростным, то мир был бы удивительно хорошим. Потому что за счет хитрости и происходит самое большое...